Здравствуйте, дорогие братья! Дорогие сестры, я вас приветствую на телеканале «Союз» на передаче «Страсть и борьба с ними». Мы с вами изучаем очередную страсть, это страсть печали. У нас с вами сегодня 91-я встреча в рамках огласительных бесед, часть 2-я этого небольшого цикла, посвященного печали. Дорогие, напомню, что мы с вами должны изучить сначала огласительные беседы. Это обязательно нужно сделать, прежде чем начать изучать страсти и тем более пытаться бороться. Потому что если у человека какое-то неправильное понимание веры, то все наши разговоры и попытки будут бесполезными. Потому что не будет глубокого осознания и не будет настоящего покаяния. Итак, братья и сестры, печаль, страсть богоборца. В прошлый раз мы с вами говорили, общее понятие изучили об этой самой страсти. И напомню, почему она страсть богоборца. Потому что печаль – это страсть, которая заставляет нас не соглашаться с промыслом Божиим, огорчаться от тех благ, которые нам Бог дает, и приятных, и, как правило, неприятных. Потому что мы с вами находимся, основываясь на нашей вере, мы понимаем, что мы находимся в области страданий, в области наказаний, да, вот эта жизнь наша человеческая, ее смысл не в том, чтобы вкусно, красиво и комфортно прожить в славе и богатстве, а для того, чтобы пройти свой путь, определенный каждому человеку. Поэтому на этом пути будут встречаться трудности, на этом пути будут встречаться сложности, на этом пути будут встречаться неприятные люди, собственное падение, общественные беды и все, что угодно. Нам нужно пройти, терпеливо пронести свой крест, да, помните об этом, Евангелие Господь говорит, возьми крест свой и следуй за мной. И этот крест, он нелегкий, это не просто с весельем устраивать православную дискотеку, это именно пройти, протащить этот крест тернистым путем, пройти, да, в Библии, помните, два пути, один широкий, ведущий в ад, которым ведут люди весело и беззаботно, и узкий тернистый путь через кусты, через тернии, у которых вот такие колючки у тернии, по горам нужно пройти в Царствие Божие, непросто, да, непросто. Также в Священном Писании говорится, что Царствие Божие достигает человек в терпении вашем, да, стяжите души ваши, через терпение, через преодоление, через прохождение этого самого пути. А печаль настраивает человека бороться с Богом, не соглашаться с ним, с его промыслом благим, пусть и даже неприятным. Почему нужно изучать основу веры, чтобы понимать, какой человек сейчас у нас находится, да, почему у нас такой путь, почему мы говорим о борьбе с грехами, зачем это всего нужно. Итак, мы сегодня с вами поговорим, братья и сестры, о смертных грехах, страсти, печали. Итак, напомню, что все страсти, они проявляются в виде разных грехов. И эти разные грехи имеют разную степень поражения души, наносят. И поэтому есть более тяжкие, да, более такие тяжелые, которые называются смертные грехи. Смертные они почему? Потому что если человек не раскается, они его однозначно приведут к падению, гибели здесь на земле или гибели там, уже в загробной жизни. Есть категория тяжких грехов, которые тоже наносят серьезные раны душе, но которые возможно лечить. И есть условно-простительные грехи, которые проявляются легко, проявляются очень часто автоматически, не наносят очень тяжелого вреда грехе, прошу прощения, душе. И их возможно более легко излечить, так скажем. И вот сегодня мы с вами изучаем смертные грехи, страсти, печали. Вот смотрите, отчаяние в трудных ситуациях. Казалось бы, что тут такого? Я никого не убил, я никого не обокрал, банк не грабил, да, там, жене не изменял. В чем здесь смертный грех? А вот как раз в том смертный грех, братья и сестры, что трудную ситуацию нам дал Бог для спасения, а человек пришел в отчаяние. Отчаяние – это потеря надежды. После этого, когда отчаяние уже становится таким очень глухим состоянием, очень легко возможно самоубийство человека. Поэтому вера дает человеку понимание происходящего, что это для блага, да, и надо пройти этот самый тернистый участок своей жизни. А когда веры у человека нет, тогда получается отчаяние, не понимая за что, да. Он же такой прекрасный, замечательный, а тут раз-то какие-то обстоятельства неприятные. И вот если человек впадает в отчаяние, то это действительно очень серьезный грех на самом-то деле. Вот в таком состоянии придет человек на исповедь и будет рваться на причастие. Его нельзя допускать на причастие, потому что он в этот момент Богу не верит. Как он может соединиться со Христом, если в этот момент он Богу не верит, да, он с Богом борется, он пытается свою волю поставить выше воли Бога. И нужна эпитебья, нужно восстановление человека, реабилитация духовно, образно говоря, да, чтобы вот это состояние человека пришло в состояние согласия с Богом, что да, мне это нужно, да, для этого что нужно? Изучать веру, братья и сестры. Для понимания, да, что да, это мне нужно, или за прошлые грехи. Изучаем прошлые грехи, видим, что в нашей жизни очень много смертных грехов, да. А как их, как от них исцеляться, как от них очищаться? Вот таким способом. Ведь мы берем грязную одежду, что только с ней не делаем, да, чтобы она стала снова чистой. И кипятят люди, там, ну, сейчас современные машинки, да, там, с химией, под высокой температурой, под давлением бывает, крутят эту самую одежду, чтобы она чистой была. А мы хотим, что вот, мы сделали смертный грех, просто пришли на исповедь и сказал, я согрешил, ибо я человек грешный. Этого недостаточно, понимаете, это комедия, комикс какой-то на исповедь. Раскаяться нужно глубоко, да, решиться снова не повторять, бороться начинать. Так вот, получается, отчаяние – это то, что отрезает нас от Бога моментально. Да, потому что у меня нет надежды, нет веры на Бога. Почему это и смертный грех, да? Мы же привыкли, что смертный грех – это что-то вот уголовно наказуемое. Это вроде не уголовно наказуемое. Да, вот и человек живет в этом самом отчаянии. Поэтому нужна работа, работа, очень серьезная работа над собой с помощью священника или какого-то опытного христианина, который будет человека поддерживать в этот момент. Дальше. Вы поняли, да, что состояние отчаяния, его легко узнать. Надежды нет, мрак, все, опустилось, все, все плохо, нет, ничего, не будет никогда лучше в моей жизни. Вот это тяжелейшее страшное состояние, оно уже является таким признаком состояния очень тяжелого, греховного. Почему это смертный грех? Но умри человек в таком состоянии, какая ему надежда о спасении может быть? Когда он богоборец, да, по большому счету. Союзник сатаны, тот богоборец и отчаявшийся тоже богоборец. Наслушался сатану. Дальше. Рассуждение о бессмысленности жизни. Ну, как пример, я никому не нужен, я здесь лишний, никто меня не любит, пойду на помойку, наемься червячков, образно говоря. Так вот, смотрите, дорогие братья и сестры, в чем здесь беда? Беда в том, что это одно из разнообразных состояния, одно из, так скажем, подвидов состояния отчаяния или состояния духовных, которые потом легко перерастут в отчаяние. И человек думает так же, смотрите, жизнь у него бессмысленная, да, смысла нет. Это говорит христианин, ведь чаще всего этого греха как раз в том, что человек потерял веру, но как смысла у тебя нет? У тебя смысл спастись, да, Царствие Божие достичь. А если мы думаем, что смысл нашей жизни – это признание общественности, успехи на работе, большая зарплата, награды, там, что у нас еще может быть, да, таким много чем? Успех у женщин, там, Господи помилуй, все что угодно, да, вкусно поесть, сладко поспать и все что угодно. И если ты этого не получаешь, то что у тебя смысл в жизни потерялся? Нет. Тебя Бог поставил на то место, где ты должен служить. У каждого свое предназначение, у каждого свой путь. И когда мы начинаем, находясь вот в этом мрачном состоянии печали, рассуждать, что я никому не нужен, и тем самым мы констатируем такой факт, что я Богу не нужен. И тем самым мы клевещем на Бога, понимаете? На нашего небесного Отца, который говорит, чадо мои, да, идите ко мне, я для вас все сделал, путь проложил. А мы говорим, я никому не нужен, потому что вот друзья там отвернулись от меня. Друзья отвернулись. Иди ко Христу, тебя будет, как Он и обещал, в то раз больше всех друзей. А мы привязаны к людям, понимаете? И когда рвутся эти привязанности, вот у нас и получается вот такое состояние тяжелого смертного греха. Еще раз повторюсь, это само по себе тяжелое состояние, да, в нем, в таком нельзя причащаться к состоянию тоже человеку. И оно требует также прохождения оглашения, восстановления основ веры в человеке, ну, в уме человека, да. То есть это, я вам говорил на прошлом занятии, что мы изучаем страсти, начали изучать страсти от печали и далее, там, уныние, тщеславие, гордость. Это душевные страсти, да, духовные страсти, а не плотские. Тут уже работа с умом должна идти, а не с тарелкой там или, допустим, ограничение на себя общением с привлекательными женщинами. Тут все гораздо уже сложнее, тут уже через ум идет, потому что лукавый борется через ум. Он дает человеку сначала мысли, что ты никому не нужен, дает такое чувство, что ты никому не нужен. Мы этому верим в себе, развиваем, и все, христианин перестает в этот момент и молиться, и каяться, потому что это состояние мрачнейшее, да. Поэтому, смотрите, если мы с вами начинаем вот так роптать на жизнь, говорить ее бессмысленности, то мы уже очень-очень тяжело заблудились. И это же не просто как бы мысль, это уже рассуждение, это уже целая логика выстроилась, да, почему у меня жизнь бессмысленна. И человек уже не видит добра, которые Бог ему сделал, не видит добрых людей вокруг, не видит церковь, которая всегда готова его принять. Вот он натолкнулся на себе, на своем эго, да, на своем я, на своей гордыне, и говорит, никто меня вот не любит, никто не пожалеет. Иди других сам жалей, и все будет нормально. Так вот, получается, вот это состояние как раз о, говорит о том, что человек уже находится в состоянии смертного греха. Хотя он никого не убивал. Ну, сами понимаете, что к чему вот это вот рассуждение может прийти. Оно приводит к отчаянию, а отчаяние потом приводит к самоубийству. Нежелание жить из-за каких-то бед, потрясений, которые случились или с нами, или с нашим имуществом, или с нашими близкими. Вот, от бед, от смерти близких. Понятно, что никакой радости в смерти близких нету. Мы все понимаем, что когда мы теряем наших любимых людей, близких людей, это огорчительно, это печаль. Но эта печаль у нас должна растворяться с верой, понимаете, что верой в то, что это промыслительно все. В то, что все не просто так. Во-первых, мы по вере нашей знаем, и глядя на окружающих, что мы не вечны здесь, на земле. Что и мы когда-то уйдем, и близкие наши когда-то уйдут. Но вот эта вот наша земная привязанность к земле, к имуществу, к деньгам, к близким, к людям, она говорит о том, что мы еще очень-очень-очень такие немощные христиане. И когда кого-то мы теряем, это должна быть определенная духовная мобилизация, братья и сестры, такое модное слово, да. Духовная мобилизация человека, когда нужно буквально посвятить много сил и времени молитве о близком, да, духовной ему помощи. Ведь не случайно была традиция траура, она была даже до года, когда, допустим, супруг или супруга, потеряв свою половинку, погружалась в вот такое покаянно-молитвенное состояние в течение года. Не говорила, какой же я несчастный, что я потерял дом, квартиру, машину, имущество, положение, свободу, например. Или своих близких детей, родителей, любимых, друзей или супругу. А человек погружался, он сосредотачивался, это была мобилизация, это призыв на духовную войну, когда нужно помогать, да, потому что все мы не без греха, и мы же не знаем, в каком состоянии умер человек. Покаялся он в грехах, не покаялся. Но если покаялся, все равно нужно ему помогать, да, духовно. Поэтому было связано и с молитвой, и с милостью, и с доброделанием, понимаете. И ограничением себя, аскетическими правилами, когда человек не ходил развлекаться, держал там пост, например, там и так далее. Ну, согласен своим духовником, конечно, не должно быть такое. Самовольное такое занятие, чтобы беды не было. А когда человек, потеряв кого-то своих близких или имущество, в ситуации беды, говорит, что я не хочу жить, то это уже, дорогие мои, опять же, одна из личин отчаяния. В таком состоянии человек, опять же, борется с Богом, не соглашается с его непостижимым промыслом, непонятным, почему так. Но мы можем с вами, как образец, взять книгу Иова почитать. Помните, Иов потерял и имущество, и потерял детей любимых, и стада, и все, что там у него было. И как он проводил время, да? Он проводил время в покаянии, проводил время в молитве. И когда близкие приходили к нему, и он и здоровье потерял, да, и близкие приходили к нему и говорили, там, жена говорила, прокляни Бога, да, чтобы он скорее убил тебя. И как гневался Иов, что Бог-то тут при чем? Это все по делам моим я получаю. И когда исполнилось время, его необходимые молитвы, покаяния, вернулось имущество, родились новые дети и так далее. Это очень интересный такой образ для нас с вами, братья и сестры, когда мы попадаем в какие-то беды. Что не надо жить с роботом на Бога, не надо отчаиваться, даже когда обстоятельства у нас очень-очень печальные внешне. В таком состоянии тоже нельзя причащаться, сами понимаете. Ну, я надеюсь, что вы это понимаете, братья и сестры, поэтому в таком состоянии тоже священник, внимательный священник должен человеку дать время восстановиться, заниматься с ним, основу веры изучать, разговаривать с ним, проговаривать снова, чтобы вот именно восстановить вот утерянную веру или утерянные понятия веры. Это обязательно надо делать. И только потом, когда он придет в мирное состояние с Богом, с Богом примириться, когда спокойно скажет «Слава Богу тебе за все», «Слава Боже тебе за все», «Благодарю тебя за то, что ты дал мне», и это скажет искренне, с настоящим таким вот, с открытым сердцем, тогда получается, да, он восстановился. А до этого надо работать очень серьезно. Порой бывает это довольно долго происходит. Здоровье, порой, теряют люди из-за этого. Уже к специалистам нужно обращаться, когда человек вообще в таком состоянии находится и не может выбраться. А что делать? Вот мы такие немощные люди. Дальше. Мысли о самоубийстве при обстоятельствах, кажущихся безвыходными. Одно дело, просто человек, допустим, робщий, да, а другое дело, когда он уже начинает обдумывать, как решить эти проблемы. И проблемы эти решить не через веру во Христа, не путем ко Христу, не путем, который церковь насочет, а взять и одним махом все решить. Но решает ли человек, который обдумывает самоубийство и, не дай Бог, подталкиваемый лукавым идет к этому шагу, решает ли он проблемы? Нет, не решает. Почему? Потому что самоубийство является тем грехом, который является самым тяжким грехом, непростительным грехом. Он непростительный почему? Потому что человек может покаяться только пока он жив. Вот за пределами смерти, я думаю, вы это все знаете, но я повторю просто, повторение мать учения, да, за пределами смерти, за границей смерти, там уже нет покаяния. Оно идет только здесь, до. А если человек, допустим, ну так получилось, что он соблазненный лукавым, впал в блуд, в убийство, не дай Бог, да какие-то грехи тишчайшие, натворил кучу бед. Там был каким-нибудь фашистом, да, там, я не знаю, там, Гитлером, там, образно говоря, и палачом каким-нибудь. И он пришел к вере и покаялся, как вы думаете, Бог бы простил ему? Да, простил, да, конечно же, обязательно, потому что Бог прощает кающимся. Эпитемия у него может быть длинная, там, исправление длинное, очищение от грехов очень длинное, может быть пожизненное. Но покаяние-то будет принято Богом. А если человек уничтожил себя, решив тем самым, как он думает, проблему, он только обрел к себе такие проблемы, которые никогда не закончатся. Потому что там, за пределами жизни, там выбор-то небольшой, или ты со Христом вечности, или ты с сатаной вечности. То есть с тем товарищем, который тебя подвел вот к этому состоянию. Он здесь, тебя мучил, там что он будет тебе сказать? О, друганя, приходи, давай повеселимся, что ли? Это там еще будет, нам Господь говорит, скрежет зубов. Это тоже, понимаете, должно быть у нас на основе веры вот эти рассуждения по борьбе вот с этими мыслями. Их даже допускать нельзя, понимаете? Потому что если мы допускаем такие вещи, это уже не просто мысли про то, что они съестли мне дополнительный кусочек пирожка, хотя и с этим надо бороться. А это уже, это уже эти мысли, это уже согласие с этим состоянием, понимаете? Состоянием отчаяния. Поэтому даже мысли, навязчивые мысли о самоубийстве, братья и сестры, это уже получается серьезная проблема. Если человек их не выносит на исповедь, не говорит своему духовнику, не кается в этом, то они очень легко приходят в это состояние, в отчаяние, и потом человек уничтожает себя. Страшная беда. Еще одно проявление смертных грехов, страсти, печали, это отречение от спасительного креста. По занятиям с людьми я замечал, что для человека это ничего не значит. Ну, как бы красивая фраза вроде бы, да? Отречение от спасительного креста. Что это такое? Как вот его пощупать, понять? Давайте попробуем вместе. Вот смотрите, мы с вами много раз сегодня говорили о том, что у каждого свой путь, правда? И сравнивать свою жизнь с жизнью соседа или даже там брата, сестры, там еще какого-то человека, жизнь которого мы знаем, совершенно бессмысленно, потому что ему дается одно, тебе дается другое. И в Евангелии как Господь говорит, возьми крест, да, свой, да, и неси. Вот свой крест нести нам нужно. А наш крест состоит из чего? Из скорбей, из трудностей, из трудностей борьбы со страстями, из внешних обстоятельств. И ты должен этот крест донести. Если ты от него отказываешься, то тоже, получается, впадаешь в смертный грех, поддаешься страсти печали. Давайте разбираться, что это такое на практике. Общая распространенная история. Вот понравилась юноше прекрасная девушка, они решили пожениться взаимно, все хорошо, благословили их родители, разрешили родители. Брак состоялся. Он состоялся случайно? Ну как, это же не кролики, правда, это же люди. Нам Господь говорит, что на небесах совершаются венчания. Значит, получается, это промысел Божий, то, что встретил эту девушку. По ходу жизни оказывается, что эта девушка вредная, не умеет готовить. Ну ты так сам выбрал, надо сказать, да? Эту девушку, она тебе понравилась чем-то. И вот вы уже скреплены браком. А ей кажется, что юноша недостаточно, муж ее любит, оказывает внимание. И начинаются ссоры, раздоры и потом разводы. У нас, кстати, огромная статистика, братья и сестры по разводам, просто ужасающая. Я сейчас не помню точные цифры, но что-то порядка 80 или 90 процентов у современных браков в ближайшие несколько лет разваливаются. Разваливаются не по причинам объективно, потому что есть объективная причина развала семьи. Ну как бы фиксация, что брак уже невозможен. Это и измена одной из половин. Это и долгое отсутствие супруга или супруги. Это еще ряд причин, о которых мы сейчас не будем говорить, потому что у нас передача заканчивается. Подходит к концу, а надо обсудить. И вот расходятся потому, что друг другу не подошли. Или потому, что у них несовместимость. Или еще какая-то глупость в качестве оправдания. Но развод совершился. Вот это как раз и есть отречение от спасительного креста. Тебе дана была эта женщина, ты ее выбрал. Или женщине дан этот муж. Надо учиться строить семью, учиться своей гордыней бороться. Искать настоящую любовь в семье, а не на стороне. Бывают истории, когда, допустим, в семье рождается больной ребенок. Частая история. И когда супруг, боясь, что этот больной ребенок будет обременять его, уже изменится жизнь. Потому что надо ради больного ребенка жить. Что делают наши доблестные мужчины в большом количестве? Бегут у своих жен. Бегут к каким-то молоденьким, беспроблемным. Это и есть отречение от спасительного креста. И вот эта несчастная женщина всю жизнь живет с этим больным ребенком-инвалидом. А мужчина думает, что он проживет счастливо. Он не проживет счастливо. Потому что вот над ним висит вот этот самый грех отречения от креста. Родился ребеночек больной, сдают ребеночка родители в какие-то там лечебные заведения, да? Отрекаются от ребенка. И это получается тоже смертный грех отречения. Потому что тебе дан ребенок, через него, если вы вместе терпеливо с верой пройдете этот путь жизненный, это будет на благо вам. То есть вы спасетесь получается. А мы отрекаемся, да? Говорим, нет, некомфортно жить так. Когда родители бросают детей здоровых, бывает, на бабушек, дедушек, сами куда-то уезжают, занимаются своей жизнью. Это тоже отречение спасительного креста. Воспитывать надо тебе, да? Крест материнства или крест отцовства. Престаревых родителей спихивают в пансионаты добрые люди, чтобы они им не мешали. У нас заповеди никто не отменял, почитая от своей мать, да? Тоже отречение спасительного креста. Ну, как примеры такие, да? Когда человек нарушает присягу или нарушает обещание, это тоже отречение спасительного креста. Поэтому примеров в жизни, когда мы от каких-то трудностей бежим, отказываемся, не несем крест, их довольно много. Ну, вот я назвал вам основные, получается. Но сюда не входят, если тебя попросили подвезти, а ты не подвез. Это другая история. А вот именно какие-то такие очень серьезные жизненаправленные события, когда ты от трудностей уходишь и избегаешь, думая, что ты куда-то там убежишь, и там будет легче. Вот такие, братья и сестры, специфические грехи, смертные грехи, страсти, печали, мы с вами изучили. Поэтому давайте за собой понаблюдаем, чтобы у нас этого не было, да? Не допускать даже близко в мыслях вот эти самые страшные мысли и чувства страсти, печали. Спасибо вам за внимание, братья и сестры. Желаю вам Божьей помощи, внимания к своим душам, к своим мыслям, чувствам, потому что мы должны следить не только за делами своими, да, а за чувствами и мыслями. И пусть Господь нам поможет, чтобы мы не впадали в эти страшные смертные грехи, страсти, печали, ну и других страстей. Помоги нам всем, Господь. Помоги нам всем, Господь.